Всем привет! Продолжим в рамках нашего новогоднего марафона на разные лобби в разных жанрах мучить джингл-беллс. В этот раз сделан из него такой старенький блюз, наподобие хаулон-блюз. Может быть, слышали такую вещицу? Вот я маленький кусочек наиграю, чтобы мы поняли стилистику. Вот. Возьмем этот же пульс в левой руке. Вроде бы, на первый взгляд, простой. Да, мы джингл-беллс в до мажор играли, поэтому берем квинту просто до соль. Раз, два, три, четыре. Пока что совсем легко. Одни только четверти у нас, да? Добавляем перед и перед и раз. Два и три. Четыре и раз. Добавляем такую вводную коротенькую нотку, нашу свинговую восьмушку. Ну, среденькая нотка трезвучия, по сути. Пока что, опять-таки, одно левое, все, вроде бы, легко. Да, следим сразу, чтобы у нас было не ровно, возьмем вот этот, а именно. Три, раз, два, 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 três, раз, два, три, раз. Мы высчитывали, кстати, свинговый ритм, как у нас, откуда эти восьмые берутся в серии про джингл-беллс в стиле рок-тайм. Если они видели, посмотрите. И вот этот же пульс мы будем сейчас только вот на до, на первой нашей ступеньке, будем в него же укладывать первую фразу. Напоминаю, мы, чтобы звучало это все свингово и вообще поинтереснее, мы взяли, в два раза продлили эту фразу. Раз, два, три, четыре, и раз. И последнюю нотку мы и раз. Сыграем на синку с оттяжкой. Берем. Раз, два, три, четыре, и раз. Замечаем, что в конце мы, чтобы эта оттяжка получилась в мелодии, мы играем ноту в правую одновременно с лапинкой, ноткой вторым пальцем в левую. Еще раз вместе. Раз, два, три. А вот здесь вот мы пропускаем эту слабенькую нотку перед три, да, только в левую она звучит. Еще раз вместе. Раз, два, три, четыре, и раз. Естественно, тем, у кого с пианизмом, скажем так, пободрее, получше, можно сразу пробовать свинговать в разных других вариантах. Наподобие... Хотя, тарать чуточку пропадает блюзовость звука, если я так говорю, спешитесь... Да, у нас будет между фразами целая большущая пауза, целый такт. Мы будем ее в перспективе использовать для того, чтобы заполнять всякими-то вставочками. Пока что нам бы мелодию с левой соединить. Продолжим это сейчас сделать. Я сыграю медленно весь куплет. Естественно, в левой, когда наставим время менять аккорд с до на фа, я это сделаю таким вот образом. То есть вот наши квинты, ну, нотки фа мажорного трезвучия. Но при этом я руку перенесу на и-раз, на затакт. То есть и-раз, два. Сейчас вместе послушаем, сыграем. Раз, два, четыре, и раз. Дослушаем, это важно. Снова. Раз, два. Раз, два, четыре, и раз. Внимание. Четыре, и раз, два, четыре. Опа, снова меняем аккорд. И раз, на сой мажор. Раз, два, три, четыре, и раз. Теперь вспоминаем, что мы в прошлой серии вообще-то смотрели тёрн-раунд. Мы смотрели его неспроста. Мы хотим быть в состоянии. Вы же его уже отработали, верно? Если нет, то зайдите в плавист на магутный марафон и посмотрите. И отработайте. Так вот, мы хотим с него быть в состоянии начать, сделать в середине перебивку с его помощью и закончить на нём. Что-то вроде вот такого у нас должно получиться теперь. Четыре, и раз, два, четыре, и раз. Четыре, и раз, два, четыре, и раз. Это, если не играть припев, видео растягивать не буду, в следующем видео в конце постараюсь, не забуду, сыграть ещё и припев в таком же стиле. А напоследок лучше вот какую фишечку покажу с заполнением промежутков между фразами. Возьмём 100% знакомый, подавляющему большинству из тех, кто смотрел всякие блюзовые обучалки. И мои, и чужие. Это такая универсальная блюзовая цитата. Вот у нас есть две терцы. Первый, второй, четвёртый пальцы. Можем так скользнуть такой фаршлаг, сыграть. Ну и вот третий, пятый. И мы берём раз. Так же, как тёрный раунд, играем на два. Начинаем. То есть, раз, и два, и три, и четыре. Отработали отдельно правой. И два, и три, и четыре. Сыграли то же самое от фа, от соль. Раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три. Когда отдельно правой отработали, совмещаем с левой. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и три, и четыре, и раз. Что важно, мы когда переносим, меняем аккорд, у нас и раз. Сначала влево, потом, так как риф на два, мы уже и выиграем. И раз, и два, и три, и четыре. И то же самое. И раз, точнее и два. А теперь совмещаем это с джинглбеллсом. Пример. Раз, два, три, и четыре, и раз, и два. Опа! Вот пошла вода горячая. То есть, так как мы оставили себе, растянув мелодию, целый такт между фразами нашей мелодии, мы можем туда впихнуть эрот риф, который заранее тоже подготовили. То есть... От соль. Тоже самое. И вот наш черный раунд, который мы тоже заранее подготовили. Хорошо, когда заранее готовишь себе, да? Всякие разные приемчики. Потом они складываются в какую-то единую картину. Вот такие дела. Всем удачи! Продолжение следует...